Ускорение, причем в прямом смысле, получит и фундаментальная наука. В Новосибирске в Институте ядерной физики запустили коллайдер. Небольшой и не адронный, а лептонный. Что это такое и поможет ли новый ускоритель открыть тайну происхождения Вселенной, выясняла Светлана Шуваева. Вот так, без всяких спецэффектов, как в фантастических фильмах, выглядят настоящие космические технологии. По этому каналу элементарные частицы в космическом вакууме проносятся со скоростью близкой к скорости света, Чтобы их получить, вещество нагревают до космической температуры 4000 градусов. А после столкновения позитронов и электронов происходит аннигиляция. Инжекционный комплекс, который сегодня запустили, промежуточный этап огромного проекта. В Институте ядерной физики уже есть два коллайдера. Новая установка существенно улучшит их возможности. А когда построят новый ускоритель, суперчармтауфабрику, ученые надеются выйти за рамки существующих теорий, создать ни много ни мало новую физику и выяснить, как появилась Вселенная. Это значит, что эксперименты, которые станут доступны нашим физикам, экспериментаторам из области физики высоких энергий, они могут делать быстрее, качественнее. Вместо года набора статистики им достаточно будет две недели, условно говоря. И это, конечно, расширит и спектр экспериментов, и доступные, так сказать, темы для исследований. Ну и, естественно, это совсем-совсем мировой уровень и даже выше. Ученые объясняют, сравнивать Большой Адронный и наш коллайдеры нельзя. Все ускорители в мире уникальны. В Швейцарии физики сталкивают тяжелые ионы с неподвижной мишенью. В Новосибирске на скорости света встречаются электроны и позитроны. Вы знаете, электрон – это частичка атома. Все привыкли к тому, что есть ядро, есть вокруг оболочка электронов. А позитрон – это античастичка. То есть позитроны вы в реальной жизни нигде не встретите. Их не существует, так наша материя сложилась. Так вот, рождение позитронов, а потом столкновение с античастицами и позволяет решать задачи в физике высокой энергии. Вся суперчарм Тау-фабрика стоит 17 миллиардов рублей. Нужно построить еще пять зданий, выкопать километровый подземный тоннель, смонтировать оборудование, электромагниты и вакуумные камеры. Если деньги будут, можно закончить за пять лет. 25 лет реализовывался этот проект, и это еще не окончание, это этап. И вот, как сказал директор, говорит, мы его строили, этот комплекс, говорит, как храм церковный. Были деньги, строим. И вот эта последовательность, системность, творение идеи, вот это просто поражаешься вот этой гениальностью наших ученых. Новосибирский коллайдер – один из шести российских мега-сайенс-проектов, отобранных президентским советом. Такие программы под силу финансировать только на государственном уровне. Руководитель ФАНУ заявил, что агентство готово содействовать в реализации проекта, однако ни конкретных сумм, ни сроков не назвал. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев, Новости Новосибирск.